Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такую многослойную красивую рамочку. Вот если я отключу сейчас слой с фотографии, вот вы видите, какая рамочка у нас сегодня получится. Давайте я этот слой немножечко уменьшу, поставлю вот сюда в уголок. Чтобы мы могли видеть, что нам предстоит делать. И начнем наш урок. Для начала мы должны создать новый документ. Для этого заходим в файл, создать. Я возьму ширину 600 пикселей и высоту 800 пикселей. Вы можете взять любую, которая будет подходить больше к вашей фотографии. В данном случае нам это сейчас не важно. Итак, новый документ мы создали. Теперь нам нужно найти папку, в которой лежат дополнительные материалы к этому уроку. Вы ее скачали с моего сайта, распаковали. И теперь нам нужно добавить их в нашу программу. Для этого заходим в файл, открыть. И вот те материалы, которые нам нужны для этого урока. Для начала нам нужно загрузить второе и третье изображения в нашу программу. Становимся на второе изображение. Нажимаем открыть. Идем в редактирование. Определить узор. И вот видите, здесь мы можем поменять его название, а можем оставить так, как есть. Я оставлю так, как есть. Нажимаю ОК. Это мы можем закрыть. Оно нам больше не понадобится. И сюда же добавляем еще третье изображение. Файл. Открыть. Выбираем вот это третье изображение. И тоже нажимаем открыть. Точно так же заходим в редактирование. Определить узор. ОК. И это закрываем. Оно нам больше не понадобится. Теперь приступим непосредственно к созданию нашей рамочки. Берем инструмент заливка. Вот здесь обязательно у вас должен стоять регулярный. Если стоит основной цвет, то поменяйте на регулярный. Теперь нажимаем на вот этот треугольничек. И вот видите у нас вот эти два узора, которые нам нужны, появились здесь. Мы нажимаем на вот этот более темный. Левой кнопкой мыши щелкаем по нашему слою. И вот видите наш слой залился тем цветом, который мы выбрали. Оставляем его так как есть. Щелкаем левой кнопкой по вот этой кнопочке. И у нас появился новый слой. Этот слой нам нужно залить вторым цветом. У нас инструмент заливка активен. Мы заходим снова вот сюда. Берем второй наш образец. И щелкаем по нашему слою. Видите, вот у нас он появился. Теперь нам нужно немножечко его трансформировать. Сначала мы заходим в выделение. Выделить все. Вот видите, наш слой выделился. Появились вот такие вот муравьи. Теперь мы снова заходим в выделение. Модификация. Граница. Здесь у нас стоит один пиксель. Мы его так и оставляем. Нажимаем ОК. Теперь снова заходим в выделение. Инверсия. Снова заходим в выделение. Модификация. И вот здесь вот у нас есть кнопочка сжать. Нажимаем именно ее. Здесь нам нужно выставить, насколько нам нужно сжать наше изображение. У меня стоит пока 20 пикселей. Я думаю, что это как раз то, что нам нужно. Я нажимаю ОК. А вы ставите у себя 20 пикселей. То есть наша рамочка немножечко сузилась. Теперь снова мы заходим в выделение. Инверсия. И нажимаем клавишу Дел на клавиатуре. Видите, у нас появилась рамочка. То есть слой, который ниже у нас был, он стал виден по контуру рамочки. Добавим еще один слой. Выделение пока не снимаем. Снова заходим в выделение. Инверсия. Чтобы у нас было активно именно вот эта область, которая внутри. Берем инструмент заливка и заливаем наш слой. Видите, снова у нас появился уже на новом слое. Тот же узор. Выделение у нас активно. У нас теперь выделена только вот эта вот область. Нам нужно повторить все движения так, как мы делали раньше. Заходим в выделение. Модификация. Сжать. И здесь мы поставим, давайте уже не 20, а 100 пикселей. Нажимаем ОК. Видите, какая у нас рамочка получилась. Снова заходим в выделение, инверсия и нажимаем на клавиатуре клавишу DEL. Выделение, модификация, сжать. И тут опять поставим 20 пикселей. ОК. Наша рамочка еще немножко сжалась. И теперь мы можем вот эту вот внутреннюю часть удалить. Нажимаем на клавиатуре клавишу DEL. Видите, на этом слое она удалилась. Переходим на второй слой. Тоже нажимаем клавишу DEL. Переходим на первый слой. И тоже нажимаем клавишу DEL. Вот и все. Наша рамочка почти готова. Нам осталось сюда добавить только наш декор. Самое главное здесь не запутаться и внимательно понять, как, что, зачем идет. Теперь выделение мы можем отменить и добавить сюда наш декор. Заходим в файл. Открыть. Открываем вот этот вот декор. Перетаскиваем его. Берем инструмент перемещения. Перетаскиваем его сюда. На самый-самый верхний слой. Заходим в редактировать. Трансформировать. Масштабировать. Нажимаем на клавиатуре клавишу SHIFT и вот так вот введем ее до нужного нам размера. Хотите, можете больше сделать. Хотите, меньше. Это уже на ваш вкус. Я сделаю вот так, чтобы она немножечко перекрывала нашу рамочку. Нажимаем Enter. И теперь вот этот слой нам нужно продублировать еще три раза. Для того, чтобы у нас вот этот декор был по всем уголкам. Я нажимаю на клавиатуре Ctrl G три раза. Стоим на самом верхнем слое. Заходим в редактирование. Трансформирование. Отразить по горизонтали. Перемещением перемещаем в этот уголок. Переходим на нижний слой. Снова редактирование. Трансформирование. Отразить. Теперь давайте по вертикали отразим. Опять перемещением перемещаем в верхний уголок. Переходим на нижний слой. И точно так же редактирование, трансформирование. Только сейчас и по горизонтали. И еще раз редактирование, трансформирование по вертикали. И перетаскиваем в этот уголок. Вот такая рамочка у нас получилась. Теперь мы можем соединить все эти слои. Становимся на самый нижний слой. Нажимаем на клавиатуре клавишу Shift и выделяем самый верхний слой. Теперь нажимаем правую кнопку мыши и выбираем объединить слои. И вот наша рамочка уже готова. Точно так же вы можете делать любой декор, который вам понравится, сюда добавить. Можно цветы добавить, можно ленты, можно все что угодно. Можно сделать не три слоя вот этой рамочки, а гораздо больше. Она будет тогда смотреться более богато, более красиво. Но не забывайте, что все-таки фотография у вас должна быть главной. То есть рамочка не должна забивать основное изображение вашей фотографии. Урок не сложный, но нужно быть просто очень внимательным для того, чтобы правильно запомнить порядок всех действий. Я думаю, что у вас все это получится. Всего вам доброго. До новых встреч.